Подготовка к комплексным противоаварийным учениям Ремонтная кампания на втором энергоблоке Школьница из Десногорска покорила Северный полюс На планном совещании с руководителями подразделений Директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом» В работе 28 энергоблоков, в ремонте 8 энергоблоков Суммарная мощность 22 804 мегаватта Что составляет по выработке 101,3% по заданию фаз О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия На Смоленской АЭС в работе первый и третий энергоблок Нагрузка суммарная 2029 мегаватт Существенных замечаний по работающим блокам нет По второму блоку заканчивается текущий ремонт с ВРК Выработка электроэнергии Смоленской АЭС С начала месяца составила 49 миллионов киловатт-часов электроэнергии Всего с начала года выработано более 11,4 миллиардов киловатт-часов Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС И прилегающей территории не изменялся И соответствует естественным природным значениям С 18 по 20 сентября на Смоленской АЭС Пройдут крупнейшие в регионе комплексные противоаварийные учения В которых будут задействованы несколько десятков единиц спецтехники И более тысячи специалистов В учениях примут участие руководители и работники Смоленской АЭС Группа оказания экстренной помощи атомным станциям Силы и средства МЧС Министерство обороны ФМБ России Ситуационно-кризисные центры Росатома Росэнергоатома Ростехнадзора И другие центры технической поддержки Наблюдать за ходом учений будут российские и иностранные эксперты Представители российских и зарубежных СМИ На данных учениях именно отрабатываются противоаварийные действия не только персонала Но именно взаимодействия с городом, с районом, с областью Прилучена будет мобильная противоаварийная техника Смоленской АЭС И другие нештатные формирования аварийного реагирования атомной станции На плановой противоаварийной тренировке Которая прошла на атомной станции в рамках подготовки к учениям 27-28 августа Был смоделирован и проанализирован один из сценариев комплексно-противоаварийных учений 2019 года Кроме того, 29 августа состоялось межведомственное совещание пресс-служб и подразделений по коммуникациям Задействованных в информировании жителей в рамках учений Ремонтная кампания на втором энергоблоке выходит на финишную прямую Запланированный объем работ практически выполнен Одна из ключевых задач, стоящих перед коллективом Смоленской АЭС Ввод в эксплуатацию дизель-генератора номер 6 На место ячейки ДГ-6 уже смонтирован дизельный двигатель Короткие сроки поставлены с энергоблока номер 3 Курской станции Российские атомщики впервые выполняли операцию по доставке с площадки другой станции И замене такого габаритного технологического оборудования, как дизельный двигатель В решение этой задачи был вовлечен практически весь персонал службы ремонта, эксплуатации, модернизации и снабжения Смоленской станции На выручку нашему коллективу пришли коллеги с Курской и Калининской АЭС Большой вклад внесли сотрудники акционерного общества «Смоленский энергоремонт» и акционерного общества «Атомы энергоремонт» В кратчайшие сроки была изготовлена оснастка и металлоконструкции для транспортировки дизель-генераторного оборудования Осуществлен монтаж и укрепление металлоконструкций На специализированном транспорте дизель с Курской АЭС доставили на площадку Смоленской АЭС Была организована четкая работа по его перемещению на площадку резервной дизель-электростанции 2-го энергоблока Персонал приступил к его монтажу и установке в ячейку ДГ-6 Дизель-генератор является обеспечивающим системой безопасности Она предназначена для питания электронасосов, электроэнергии в случае обесточения По нашему техническому регламенту эксплуатация блока, если отсутствует дизель-генератор Или неисправен дизель-генератор, запрещено Такую работу мы выполняли впервые и она была выполнена в очень короткий срок Это говорит о слаженности работы нашей команды всей Курской и Смоленской АЭС Ремонтная и эксплуатационная документация, которую передали курские коллеги Свидетельствует, что дизель вовремя проходил техническое обслуживание Плановое ТО было запланировано на 2019 год Его проведут наши специалисты После этого дизель пройдет испытания и будет введен в эксплуатацию Успешное завершение этих работ позволит смоленским атомщикам Приступить к пусковым операциям на энергоблоке номер 2 Ученица школы номер 3 Десногорска Ксения Мишкина вернулась из путешествия На самом большом в мире атомном ледоколе 50 лет победы Она стала участницей детской тематической экспедиции Росатома Посвященной 60-летию атомного ледокольного флота С 13 по 22 августа она и еще 67 школьников из разных регионов страны Побывали в экспедиции на Северном полюсе Это вообще что-то невероятное Настолько красивые пейзажи Настолько веселые Настолько общительные люди К тому же знаменитости просто вокруг И это вообще какой-то вау В программе экспедиции были интересные лекции Творческие встречи со знаменитостями Валдисом Пельшим Еленой Яковлевой, Анастасией Макеевой, Тимуром Ведерниковым Ребята увидели огромные хрустальные айсберги Вплотную рассмотрели моржей Понаблюдали за белыми медведями Видели даже огромную косатку Я участвовала во множествах конкурсах школы Росатома И каждый раз я получала какую-то награду Но я считала, что я столько сил в это вложила Но почему вот так? И когда мне сказали, что я еду на Северный полюс Я поняла, что все окупается Рано или поздно за все придет награда И нужно быть активным Нужно стараться, нужно стремиться Нельзя сидеть на месте Уважаемые десногорцы Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе 8 сентября спортивно-массовое мероприятие Забег атомных городов Торжественное открытие в 11.00 Место старта, первый микрорайон Пешеходный переход к Центру культуры и молодежной политики Регистрация участников в 9.30 В рамках проведения забега пройдут мастер-классы и выступления творческих коллективов сектора культурно-досуговой и спортивной работы Первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС Место проведения – сцена городской эстрады На этом наш выпуск завершен Вы смотрели новости Смоленской АЭС С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергатом.ру А также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю и хороших вам новостей До свидания Субтитры создавал DimaTorzok